В общем, все мои лекции свелись к лекциям о еде по книге Джеффа Бонда «Естественное питание». Я противодействовал Стефановичу в марении детей голодом и неправильно плохой пищей. Стефанович, когда это узнал, стал противодействовать мне. Выгнать прямо он меня не решался, но он всячески срывал лекции. В последний раз, когда он уже понял, что будет неизбежно вторая лекция о еде, он просто зашел в то место, где мы сидели, я готовился начать лекцию, и просто завел такой монолог минут на 15, его никто не слушал, о пользе сала и так далее. То есть провел свою лекцию о еде. Когда он ушел, я все равно начал говорить о еде, о том, что Стефанович плохо их опасно питает. Там оставался его работник Сергей, молодой работник села Соседнего, который начал опять утверждать, что сало полезно и так далее. Я посмотрел в он глаза, он не выдержал этого взгляда моего. У меня на телефоне остается мало места, увы, буквально там для этой записи и все. Три часа сегодня я в библиотеке впустую провел, так и не смог я ничего сделать, права на компьютере отключены. На сферфоне у меня возможности очень маленькие. Я постараюсь сегодня прийти сейчас в библиотеку, опубликовать эти записи, а завтра вечером почистить телефон и вот в таком качестве записать мои видеопоказания и завтра их в библиотеке еще раз опубликовать. Стефанович мошенник, видимо, уже со стажем, умелый, знает, как сказать, знает, как соврать. Патологический лгун. Моя цель ни в коем случае этот лагерь не закрывать, хотя это не лагерь, это псевдолагерь, а сделать из этого псевдолагеря с опасным Стефановичем, сделать нормальный лагерь, но поставить на Стефановичем контроль, чтобы там присутствовал человек, который имеет отношение к детям, знает, как с ними обращаться, не бьет их, не колет пальцами, не оскорбляет, не унижает, знает немного о безопасности в туризме и особо о детской безопасности, о детском кормлении. Насколько я понимаю, украинское общество такое полудикое сейчас и нищее, и считает, что это лучше, чем ничего. Я же видел и знаю, плачь детей, когда ребенок сидит рядом и рыдает по 15 минут, и ни один ребенок рядом со мной рыдал, подходил. Меня это тронуло. Меня тронули ужасы, которые дети рассказывали. И я хочу это прекратить. Как это сделать, я не знаю. Неделю я публикал в Твиттере об этом. Там у меня где-то 250 подписчиков я бритвитил. Потом 2-3 дня я сейчас и на форуме, на travel.org.ua, евротурист.клуб, основной форум Украины, там удаляют информацию, конкретику удаляют. Люди не могут понять, о чем речь, потому что информация удалена. На других форумах тоже нет отзыва никакого. Никто мне не позвонил, не прислал смс-ку, не ритвитнул даже мой твит. Отсюда я делаю выбор, что максимум, что я могу сделать, так это просто опубликовать эти мои показания, подтвердить их письменно в милиции. И, видимо, Стефанович останется безнаказанным. Он вывернется. Я знаю таких пошенников, патологических лугунов, которые практически всесильны в такой вот среде, которая сейчас вот здесь в Украине есть. А милиция, полиция или милиция здесь, да, к сожалению, к сожалению, до этого люди бездействовали. А родители просто предпочитают своих детей забирать, узнав о таких ужасах. А на остальных детей получается им плевать. Остальные дети, и те дети, которые еще приедут и будут у Стефановича, они, и их родители, они не будут предупреждены. И они будут подвергаться опасности, будут подвергаться опасность здоровья детей и жизни детей. Ну, пока все. До завтра. Я надеюсь, опубликую что-нибудь еще.